здравствуйте друзья сегодня у нас замечательное видео я думаю будет многим интересно обычно мы выращиваем томаты сладкий перец и баклажаны в открытом грунте или в теплице в качестве основных овощных растений для получения урожая но как показывают новые веяния эти растения можно использовать и как украшение для сада и для огорода что я имею ввиду и томаты и перец и баклажанчики можно использовать как декоративные растения высаживая их просто в обычные садовые горшки или большие вазы которые вы можете разместить на клумбе или же в контейнеры ну конечно для этого надо подобрать определенные сорта чтобы и плоды которые завяжутся на этих овощах были небольших размеров и могли украсить вашу грядку а не просто быть как бы составляющей вашего урожая я в этом году высадила и в открытый грунт и в теплицу и баклажаны и томаты и перец но специально для декоративных клуб приготовила рассаду все тех же декоративных овощей и томатов и баклажан и перчика обычно эти растения не имеют большой высоты и имеют мелкие плоды развивались они тоже несколько по другому чем развивается обычная декоративная чем развивается обычная овощная рассада росли они медленнее сами растения как оказалось очень небольшой высоты вот посмотрите это перчик уже видно что у него появились стебли боковые хотя само растение совершенно маленькая и очевидно что скоро начнется цветение то что появилась первые появились первые цветы и даже виден посмотрите вот виден даже коронный цветок который если вы хотите получить хороший урожай и чтобы перец хорошо разросся как растение конечно же надо удалять я думаю что вы об этом знаете что касается баклажанов это беленький баклажан вот у него будет такого белокремового цвета ну по крайней мере так пишет производитель посмотрим что у нас вырастет баклажанчики как вы знаете это любимое лакомство у колорадских жуков поэтому я например их выращиваю или стараюсь по крайней мере выращивать обязательно под укрытием до момента цветения но это декоративный баклажан он будет на клумбе я думаю мне не придется его укрывать но придется обрабатывать чтобы колорадский жук не испортил мне картинку которую я себе так нарисовала и думаю она получится ну и что касается помидорчиков у меня три сорта декоративных помидорчиков которые я высеяла из семян вот этот который я сейчас показываю это розовый помидор он видите достаточно рослый давно он растет в этом стаканчике называется балконное розовое чудо к сожалению я не успевала высадить их вовремя поэтому задержалась ну я исправлюсь кроме розового балконного чуда у меня еще есть красненькое балконное чудо тот помидорчик еще помельче он растет сейчас у меня на грядке еще в рассаднике я тоже его высажу и как-нибудь или попозже вам покажу как он выглядит вот эти три растения я сейчас приготовлю контейнер или небольшую небольшой горшок цветочный и туда их высажу значит контейнер я взяла пока 5 литровый как только растения прирастут я пересажу их в контейнер побольше вот такой у меня контейнер значит здесь здесь грунт грунт смесь торфа обычной огородной земли но у меня грунт легкий такой супещаный не тяжелый грунт ну и я конечно же немножечко его разбавила добавила добавила агроперлит и добавила мох сфагнум чтобы влага держалась подольше в контейнере и чтобы я поливала не так часто потому что времени сейчас к сожалению не хватает и приходится экономить даже на этом ну что ж приступим кстати если вы возьмете горшок побольше то обязательно нужно положить на дно дренаж это может быть например сейчас очень кстати модно обычный измельченный пенопласт он легкий и он не дает корням все время находиться во влажной почве и корни не страдают ну если у вас нет под рукой такого дренажа можете использовать просто кирпич в мелкой фракции можете использовать тот же агроперлит вермикулит ну и можете использовать даже измельченное дерево например когда мы обрезаем садовые ветки мы делаем из них мульчу вот это мульча она тоже может служить прекрасным дренажом хотя многие садоводы и огородники скажут мне что самый лучший дренаж это керамзит я ни в коем случае с этим не спорю если у вас керамзит используйте керамзит не проблема разместим растение так чтобы им было каждому комфортно значит самым маленьким у нас оказался перчик он хорошо уже прирост прям так серьезно поэтому надо немножко спокойно подавить посмотрите какие корни хорошие вот мы его посадим вот мы его посадим сюда как бы на передний план теперь следующий это будет наш баклажанчик баклажан побольше росточка корни у него тоже уже очень хорошие смотрите как они выглядят хороший корневой комфорт вот здесь его разместим по эту сторону и третьим будет помидорчик у помидора прям серьезные корни уже уже даже сформировалось корневое кольцо если оно достаточно плотное то его даже можно немножко взрыхлить чтобы освежить и дать корням новый толчок для роста ну вот я их разместила все эти растения теперь нам нужно остаток пустот в пространстве горшка заполнить почвой я приготовила для этого еще дополнительную смесь и я сейчас наполню горшок практически до основания я думаю вы знаете что если вы хотите чтобы растения развивались хорошо то надо чтобы почва была рыхлой и легкой проницаемой как и для влаги так и для корней тогда корневая система будет развиваться быстро и растение будет приживаться легко ну вот я уплотнила теперь осталось только полить здесь у меня теплая вода но если вы хотите чтобы растения побыстрее приросли можете добавить какой-нибудь укоренитель все декоративная клумба готова теперь посмотрим как они будут развиваться и со временем поставим их туда куда посчитаем нужным чтобы они украсили нашу клумбу или крятку выбирайте что вы хотите что вам нравится у меня на сегодня все спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ну и не забудьте поставить лайк от этого зависит количество просмотров может еще кто-то хотел бы посмотреть такое видео пока-пока скоро увидимся спасибо пока-пока тут